Но вот о том, какой будет погода в Казахстане в ближайшее время, прямо сейчас мы узнаем у официального представителя КАЗ-Гидромета Алины Смогуловой. Доброе утро, Алина. Спасибо, что связались с нами. Мы понимаем, что все-таки погода за окном сейчас достаточно переменчивая. Скажите, пожалуйста, мы так понимаем, на республику сейчас надвигается или уже пришел новый циклон какой-то, да? Как он сейчас влияет на республику и вообще на погоду в стране? Доброе утро. Да, действительно, на территорию Казахстана у нас заходит серия северо-западных циклонов. Вот они и принесли нам вот этот снег, большие обильные осадки и резкое повышение, усиление ветра. На данный момент у нас вот эту всю неделю вся территория Казахстана будет в осадках. То есть и видимость, соответственно, и штормовые предупреждения были выпущены. Сильные осадки у нас прогнозируются на севере. Это Павлодарская, Североказахстанская, Акмолинская области. И снег с переходом в дождь – это южные регионы. Тоже сильные осадки мы там ожидаем ближе к 13-14 ноября. Но вообще вся неделя у нас в осадках. Будет некоторое затишье от 6 до 12 часов, когда будут снижаться осадки и относительно будет ослаблять ветер. Но, к сожалению, вся неделя у нас в осадках. И плюс к нему добавляется также понижение температуры. В северных и центральных регионах – до минус 18, в горных районах – до минус 25, а на юге – минус 3, в нем будет прогреваться до плюс 2. В Астане вчера и, в принципе, сейчас идет снег. Мы, как говорится, ехали на работу и видели, наблюдали, как он обильно идет, словно 31 декабря. Встречаем практически Новый год. Скажите, будет ли, скажем так, ухудшение в самое ближайшее время? Нет, у нас завтра, наоборот, будет прекращение осадков 12 ноября по Астане. И 13-го снова у нас пойдут осадки. То есть вот этот вот один циклон у нас сейчас проходит буквально вот сегодняшние сутки в ночь на завтрашние сутки. И потом оно на затишье идет. И 13-го, то есть в среду, мы опять увидим осадки. Вот эти стереи северо-западных циклонов, она вот будет вот эту погоду неустойчивую всю неделю на территории Казахстана держать. Поэтому готовимся к тому, что у нас будет очень обильные осадки. Это осложнение и работы в целом. Опять же, будет усиление ветра и понижение температуры. Это не очень хорошее сочетание метеофакторов. Ну что ж, жителям Казахстана, особенно северных регионов, я думаю, что рекомендуется одеваться потеплее, вытаскивать самые теплые, как говорится, там пальто, шубы и прочее. Но о том, как сейчас работают, допустим, коммунальные службы на больших дорогах нашей страны, мы свяжемся еще с официальным представителем Каза Автожола. А вам, Алина, спасибо за информацию. Хорошего дня. Обязательно увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok